Доброго дня! Этот урок мы посвятим повторению фонетики. Мы с тобой вспомним, сколько букв в русском языке, на какие группы делятся все звуки, а также что такое оглушение, озвончение и еще многое другое. Для начала давай вспомним, что такое фонетика. Если самому трудно сформулировать ответ, тогда запоминай. Фонетика это раздел языка, который изучает звуки и речи, их свойства и способы образования. Как ты помнишь, в русском языке 33 буквы, но далеко не каждая буква обозначает звук и не каждая буква обозначает только один звук. Все звуки делятся на две большие группы. Гласные, их у нас шесть. А, И, О, У, И, Э. А также согласные, которые в свою очередь подразделяются на звонкие, глухие, твердые и мягкие. Подчеркну, буквы твердый и мягкий знак звуков не обозначают. Сейчас предлагаю рассмотреть гласные звуки. Дело в том, что некоторые гласные могут обозначать два звука. Я имею ввиду буквы Е, Ё, Ю, Я. В каких случаях эти буквы обозначают два звука? Рассмотрим на примерах. Запоминай, гласные Е, Ё, Ю, Я обозначают два звука в следующих случаях. Первый. В начале слова. Например, Юла. Запишем это слово в транскрипции. Так, гласное Ю в начале слова обозначает два звука. Е, У. Еще пример. Якорь. В этом примере гласное Я в начале слова обозначает два звука. Е, А. Е у нас, кстати, всегда мягкие. Второй случай. Это после гласной. Например, паёк. Гласное Ё стоит после гласной А и обозначает два звука. Е, О. Еще пример. Доел. У нас гласное Е после гласной А. гласный О обозначает два звука. Е, Э. Третий случай. Это после твердого и мягкого знака. Например, в слове семья. Итак, гласное Я после разделительного мягкого знака обозначает два звука. Е, А. Как помнишь, сам мягкий знак звука не обозначает. Еще пример в позиции после твердого знака. Слово отъезд. Гласное Е после разделительного твердого знака обозначает звуки Е, Э. И еще запомни. Гласное И обозначает два звука, когда стоит после разделительного мягкого знака. Например, в слове соловьи. В данном случае гласное И обозначает два звука. Йод, И. А теперь перейдем к согласным звукам. Как ты помнишь, все они делятся на четыре большие группы. Звонкие, глухие. Твердые, мягкие. Чтобы вспомнить пары по звонкости-глухости, достаточно обратиться к алфавиту. Звонкому Б соответствует глухой П. В пара Ф. Продолжаем. Г, К, Д, Т, Ж, Ш, И, З, С. Но не все согласные звуки имеют пары по глухости. Я говорю о следующих звуках. Е, Л, М, Н, Р. Эти звуки всегда звонкие. Их еще называют сонорные. Их все легко запомнить при помощи одного слова. Минеральный. Ведь в нем собраны все согласные буквы, которые обозначают данные звуки. И, разумеется, есть звуки, у которых нет пар по звонкости. Те, которые всегда глухие. К ним относятся. Звуки Х, Ц, Ч, Щ. Относительно вопроса по поводу пар по твердости мягкости согласных скажу в следующем. Практически все согласные звуки имеют такие пары. Но я предлагаю запомнить именно те звуки, которые являются, к примеру, всегда твердыми. Это звуки Ж, Ш и Ц. Также есть звуки, которые всегда мягкие. Это звуки Ч, Щ и Й. Чтобы на экзамене успешно справиться с заданиями по фонетике, тебе нужно уметь правильно записывать слова в транскрипции. Напомним, в транскрипции мы записываем то, что слышим. Однако не всегда можно верить нашему слуху. Почему? Потому что существуют некоторые особенности в передаче согласных звуков. Сейчас мы поговорим о таком фонетическом процессе, как озвончение. Итак, озвончение – это фонетический процесс, когда глухой звук становится звонким. Для примера возьмем слово «сбор» и запишем его в транскрипции. Что мы здесь наблюдаем? Глухой согласный С стоит перед звонким Б, поэтому он произносится как З – сбор. Как видишь, здесь глухой согласный звук С стоит перед звонким Б, поэтому произносится как З. Чтобы не ошибиться в написании слова, мы подбираем проверочное – просить. Отчетливо слышим звук С, поэтому пишем слово с буквой С – просьба. Как ты заметил, процесс озвончения происходит в том случае, если глухой согласный стоит перед звонким. Закономерно. Однако, запомни, что если глухой согласный стоит перед звуками Л, М, Н, Р, В, озвончение не происходит. Например, слой. Здесь согласный звук С, глухой, стоит перед Л. Но, как видим в данном случае, глухой С не превращается в З. Запишем транскрипцию. Еще пример. Свобода. Записав данное слово в транскрипции, видим, что глухой согласный звук С стоит перед В, но в звонкий З не превращается. Что мы видим в транскрипции? А еще есть процесс оглушения. Это когда звонкий звук превращается в глухой. Например, в слове сказка. Мы наблюдаем процесс оглушения. Запишем слово в транскрипции, чтобы его увидеть. Итак, согласный З стоит перед глухим К, и поэтому он произносится как С. Оглушение происходит в двух случаях. Когда согласный стоит на конце слова, звонкий согласный. К примеру, в слове дуб. Согласный Б стоит в конце слова, поэтому он произносится как П. Второй случай, когда звонкий превращается в глухой звук, ты уже видел. Например, на примере слова сказка. То есть, когда звонкий стоит перед глухим. Приведем еще пример. Слово зарядка. Здесь звук Д звонкий превращается в глухой Т. А все потому, что стоит перед глухим К. И еще запомни. Процессы озвончения и оглушения могут происходить только с теми звуками, которые имеют пары по звонкости-глухости. Ну, в принципе, это логично. А сейчас давай с тобой пройдемся по вот этой коротенькой шпаргалке, чтобы ты не забывал основные нюансы передачи согласных и гласных звуков на письме. Первый. Здесь у меня написано, например, слово солнце. К чему это? А к тому, что непроизносимые согласные в транскрипции не передаются. То есть, мы произносим солнце, так и записываем. Как видишь, непроизносимого согласного ля, в данном случае ля, извини, нет, в транскрипции. Следующий момент. Сочетание ТСЯ-ТСЯ передается как ЦА. Причем звук Ц долгий. К примеру, улыбаться. Наше сочетание ТСЯ передается как ЦА. Дальше. Сочетание ТС-ДС передается как звук Ц. К примеру, слово кандидатский. Наше сочетание ТСЯ. Сочетание ТСЯ. Произносим его как ЦА. Ну и последний пункт, который мы уже проходили. Так что давай дружно вместе со мной будем вспоминать. Когда ЕЁ-Ю-Я и обозначает два звука. Первый. Поехали. В начале слова. Юла был у нас пример. Так, ЕЁ-КОГДА. После гласной. Паёк. И после твёрдого и мягкого знака. У нас был пример слова СЕМЬЯ. И относительно гласной. И она у нас обозначает два звука, когда стоит после разделительного мягкого знака. Верно. Так, было слово СОЛОВЬИ. Вот наша шпаргалка. Если нужно, поставь видео на паузу и внимательно каждый моментик, каждый пункт запомни. А эта шпаргалка поможет тебе запомнить, как передаётся мягкость согласных на письме. Точнее, при помощи чего? Первое. При помощи мягкого знака. Например, в словах ХОРОШЕНЬКИЙ. Согласный НЕ смягчается. Благодаря мягкому знаку. Ещё пример. ЛЬВИЦА. МЯХКИЙ ЛЬ. Потому что стоит перед мягким знаком. ДЕРЕВЕНЬ. МЯХКИЙ НЕ. Но запомни, что если мягкий знак стоит после ЖШ, то он не слушает для обозначения мягкости. Потому что ЖШ всегда твёрдый. Придём в пример слова СЕШ. На конце пишется мягкий знак, перед ним Ш. Звук всегда твёрдый. В данном случае мягкий знак служит для обозначения грамматической формы. То есть мы видим, что перед нами глагол второго лица и единственного числа, в котором в окончании после ШШ пишется мягкий знак. Третий способ обозначить мягкое согласное на письме. При помощи гласных Е, Ё, Ю, Я, И. Ты это уже, конечно, знаешь. Думаю, можешь сам привести примеры. Но сходу, что я могу тебе сказать. К примеру, слово ЛЕС. МЯГКИЙ ЗВУК ЛЁ. Ещё пример слова МЁД. Его предлагаю записать в транскрипции, потому что это слово отражает несколько фонетических процессов. Как видишь, мы здесь можем узреть мягкий звук МЁ, благодаря тому, что он стоит перед гласной Ё. В транскрипции она передается как звук О. И ещё у нас в этом слове происходит процесс оглушения. Д стоит на конце слова, поэтому произносится как Т. И ещё способ. Это при помощи последующих мягких согласных. Например, слово ПЕСНЯ. Затранскрибируем его. Звук С. МЯГКИЙ, потому что стоит перед мягким Н. Также запомни эту шпаргалку, она тебе очень пригодится на экзамене по русскому. По сложившейся уже традиции, в конце нашего занятия прошу тебя выполнить одно задание. Поставь видео на паузу, а потом мы сверим ответы. Чтобы узнать, в каком из слов есть звук Т, надо затранскрибировать слово. Первый пример. Водопад. Звонкий согласный на конце оглушается. Значит, это слово подходит в ответ. Второй пример. Разыграть. В данном слове есть мягкий согласный Т, а по условию нужен твёрдый Т. Значит, слово не подходит. Третий пример. Термин. В данном слове есть мягкий согласный Т, значит, слово не подходит. Четвёртый пример. Отдать. В данном слове произошло озвончение звука Т, перед звонким Д. Есть мягкий согласный Т, значит, слово не подходит. Пятый пример. Чистый. Отчётливо слышим звук Т, значит, слово подходит по условию задания. В ответ записываем пункты 1, 5. Что ж, на этом уроке подошёл к концу. Не забудьте выполнить проверочные тесты. Спасибо за работу. До скорой встречи. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok